Приветствую вас, Ирина. Давайте мы с вами сначала просто разберемся в той ситуации, которую вы описываете, просто поймем ее. Недавно я узнал, пишите вы, от кого и как вы узнали, что у мужа есть другая женщина, с которой встречается 6 лет. Безусловно, это травма для вас, безусловно, это очень травмирующее изверстие, но вопрос здесь ставится немножко по-другому. То, что вы выгоняете мужа, не пытаясь разобраться с тем, что вообще происходит и какие мотивы у человека были поступать вот таким образом, а просто выгоняете его. Ну, это вот, конечно, как минимум вызывает вопрос по поводу ваших чувств к мужу. Вот. То есть, да, понятно, вам больно, да, понятно, вам тяжело, можно плакать, можно кричать, вот, можно даже, в принципе, ударить мужа, я думаю, что это не критично в этой ситуации. Вот. Но выгоняете, то есть, по сути, как бы демонстрировать ему отражение, да, не, ну, не желание его понимать, да, вот, не желание понимать его мотивы. И самое главное не желание признавать какие-то проблемы у вас в отношениях, да. Потому что если бы у вас не было бы проблемы в отношениях, либо было доверие, то ничего бы этого не произошло. Либо происходило бы по совсем другой схеме, по совсем другому развитию того, что у вас происходило. Вот. Так что вот это вот вызывает вопрос. То есть вопрос вызывает то, что вы чувствуете к мужу, какие у вас с ним отношения, насколько доверительны и так далее. Вот. И на что вы нацелены? Если на мужа, то вот одно, если на себя, то другого. Да, нужно, чтобы дать баланс, но вот вопрос в том, где у вас этот баланс находится и полезен ли он для вас, этот баланс. Вот. Травму от подобных известий никто не отрицает, но, как бы, то, что вас задевает в этой ситуации, то, что вас задевает в этой ситуации, ну, это тоже, в принципе, предмет для разбора. Вот. Тут же опять вы не пишете в своем тексте, как вы восприняли это. То есть вы просто говорите, что я его выгнал. Вот. Ну. Дальше. Потом он вернулся, но обещание никак не дало, сказалось, что вернулся в семью. Ну, опять же, не совсем понятно, куда человек вернулся, да. Вот для меня, например, такого понятия, как семья, вне социального, как бы, контекста, не существует. Существует несколько людей, да, там, вот, ну, семья, там, первое поколение, да, то есть, допустим, родители, или даже, родители, родители, родители. Вот. Второе поколение, это, вот, собственно, родители, родители. И третье поколение, это дети, родители, дети, родители, у которых есть родители, вот. И семья, вот, с точки зрения, вот, социальной истории, это, вот, как бы, связь этих людей. У родителей есть своя семья, да, у их детей есть своя семья, и у их детей есть своя семья. Все. Ну, вот. Но семья, это, именно, что, социальная ячейка, но не люди. Когда вы говорите, что муж вернулся и сказал, что вернулся в семью, вы игнорируете первое, к кому именно вернулся муж. К детям, одно дело, к вам, другое дело. Вы игнорируете то, что вы позволили ему вернуться, ведь выгнали же, выгнали, но позволили ему вернуться. Это вы тоже игнорируете. То есть, если нет, вот, вот, проработаны именно в этих моментах позиции ваши. Дальше. Ну, конечно, то, что он вернулся в семью, это вызывает вопрос, потому что сказать в семью, это то самое, что никуда, по сути. То есть, вроде бы ко всем, в то же время, никому. Дальше. Вы пишете, что я неделю живу в Аду, постоянно об этом думаю, о чем об этом. Боюсь, что она его позовет, и он уйдет к ней, там маленький ребенок. Ну, смотрите, если бы она хотела его позвать, она бы его позвала. Мужчина ушел, знаю, что маленький ребенок. Я думаю, что, как бы, ну, что он, если уйдет, то опять же, уйдет только к ребенку. Или очень ненадолго. То есть, я думаю, что боитесь, что здесь напрасно. Но! Первое, что хочу сказать, то, что вы не уверены в себе. Если вы считаете, что мужчина может сразу от вас уйти. То есть, вы не уверены в себя, вы сомневаетесь в себе. Где-то вы себя обесцениваете, где-то вы что-то в себе отвергаете, отрицаете. Это ваша ключевая проблема. Второй момент. Вы позиционируете своего мужа как существо крайне безвольное. Его позвали, он ушел. Ну, мягко говоря, это не самое лучшее, ну, не самое лучшее мнение про вашего, ну, самого близкого человека. Или одного из самых близких людей. Вот. То есть, как минимум, вы позиционируете его таким вот безвольным абсолютно человеком. Вот. Почему вы так думаете? Не понятно. Вот. В данном случае у меня вот только есть одно предположение. Оно может быть неверным, но одно предположение у меня есть. Это то, что вы не привыкли обеспечивать свою безопасность. Передав все, как бы, вот в руки своему мужу. Ну, мне кажется, это... Это ваш выбор, но цена у выборов такова, что вы полностью зависите от мужа. Я думаю, что есть там проблема сравнивания. То есть, вы сравниваете себя со своим мужем, с любовницей мужем. Вот. И не в лучшую пользу, не в лучшую сторону. Это сравнение получается для вас. Как это обычно бывает при сравнении. То есть, опять же, тоже вот какая-то вот склонность там что-то сравнивать, да. И игнорировать свое собственное место, свои собственные ресурсы, свои собственные достоинства. А так, не менее, правильно ими пользоваться. Ну, то есть, максимально актуализировать это. Вот. Соответственно, все, о чем я говорю, это вот такие кирпичики для понимания того, почему мужчина нашел другую женщину. Вот. Ну, то, что вы находитесь в треугольнике Карпмана, да, это очевидно. Там еще есть вот его любовница, которая тоже находится в треугольнике Карпмана. Для мужа, соответственно, на спаситель, для вас он агрессор. Вот. И... А вы жертва. И как бы, ну, муж тоже у вас жертва получается, которая периодически становится агрессором. Вот. То есть, вам треугольник Карпмана нужно изучить и вот как-то увидеть, что вы в нем находитесь и что пока вы в нем будете находиться. Ну, ситуация, вообще говоря, не изменится ни на капельку. Страдать будет вашей деятельностью в принципе только. Дальше. Ам... Так. Значит. Мне опускаются руки, я не могу ничего делать. Как мне быть? Подскажите, пожалуйста. Ам... Как быть, чтобы что? Ну, вообще говоря, ну, в первую очередь нужно разобраться в себе. Ирина, это первое. Нужно... Нужно разобраться в себе. Нужно... Нужно... Выработать человеческую позицию. Нужно помочь вам пережить травму. Вот. Эм... Которую вы, безусловно, безусловно, получили. Вот. Эм... И необходимо как-то вот определиться с целями. То есть... Либо отношения гармонизировать и сделать так, чтобы муж не уходил больше к другой женщине, признав при этом ребенка, приняв его. Вот. Либо если вы не можете о том сделать, то разойтись. Эм... Либо... Ну... Либо оставаться одной из его семей, а... Позволив ему жить на две семьи. Либо как-то вот... Эм... Всем вам вместе скоординироваться. Ну, это, конечно, в российских реалиях из области фантастики. Вот. Ну, тем не менее. Тем не менее. Вот. В принципе. То, что можно вам сказать. Вы с целью определитесь в любом случае. То есть... Либо... Либо у вас цель будет... Коллаборация с мужем. Либо автономность вашей собственной. Вот. Как бы... Это... Это... Цель. А формы... Там... Средства, ресурсы для... Достижения этих целей. Это уже... Дело десятное. Десятное. Вот. Вы говорите, что у вас руки опускаются. Я бы хотел тоже понять. А... Из-за чего у вас опускаются руки. Так что... Как... Что конкретно на вас влияет. Что опускаются руки. У вас. Вот. Вот. И... Отношения с мужем. То есть... Как-то тут все у вас переплетено. Вот. Нужно это распутать немножко. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи. Удачи. Пока. Сき intéressant, да. Удачи. Продолжение следует...